Малая Академия Наук представляет Всем привет! С вами программа «Школьное телевидение». Ее ведущие Валерия Агильдина И Ордан Батуманкуев. Ордан, ты знаешь, какой скоро день? Конечно, скоро Международный день дарения книг. Нет, я про 14 февраля. Но только он и проходит 14 февраля. Ну, Ордан! Сегодня в передаче вы увидите Как прошли пятые верхнеудинские встения. Как стать вожатым и вступить в ряды студенческих отрядов. Святой Валентин в рубрике «Это интересно». Где и как научиться стрелять вам расскажет спорт. Премьера спектакля «Смотритель» в Бурятском драматическом театре. В рубрике «Хочу быть» вы узнаете о профессии, которая несет красоту. Лера, хватит забивать голову всякой девчачьей романтикой. Мне кажется, лучше заниматься учебой. Одно другому не мешает. К тому же я недавно участвовала в научно-практической конференции. Ну и как? Заняла первое место? Мне до победы осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, тогда 14 февраля я подарю тебе книгу, чтобы ты выиграла. Георгий Яманов впервые принял участие в Пятых Верхнудинских чтениях. И свою исследовательскую работу он посвятил героям Великой Отечественной войны. Мы, прадеды, воевали. И много из них пропало без вести. С нами ездил один человек, который нашел своего прадеда в Подмосковье. Именно когда ездил в поисковый отряд. Дорогами подвига, экологии и культурное наследие стали основными секциями данной конференции. Свыше 150 школьников смогли проявить себя. Они нашли новые факты и события в истории Верхнудинска. А также провели исследования окружающей среды и разработали проекты по охране памятников природы. Каждый целебный источник окружен небольшими легендами. Каждый источник отвечает за каждую болезнь, как бы у людей. Все поисково-исследовательские работы, по мнению члена жюри Андрея Иннокентьевича Татарникова, достойны самой высшей награды и заслуживают того, чтобы проекты школьников вошли в исторический сборник о нашем родном крае. Это все будет потом опубликовано. И надеюсь, что когда-то выйдет книга о полной истории нашего Верхнудинска, далекого прошлого, нынешнего. Пятые Верхнудинские чтения были посвящены Году экологии и Году городов-побратимов. Участвуя в этой научно-практической конференции, школьники приобрели не только опыт открытых выступлений, но и узнали много нового об истории своей малой родины. Юные краеведы открыли новую страничку нашей республики. Работы учеников в дальнейшем станут основой их научно-исследовательской деятельности. Алла Мироманова, Дмитрий Мулин, Школьное телевидение. 4 и 5 февраля открыла свои двери 2-я республиканская школа командиров и комиссаров. С самого утра до поздней ночи все участники погрузились в атмосферу студенческих отрядов и обучались вожатскому делу. Занятия проводили командиры и участники Бурятского регионального отделения российских студенческих отрядов. Я безумно рад приветствовать вас на этом прекрасном мероприятии, которое консолидирует лучшие силы нашей республики. В рамках которого мы готовим командиров и комиссаров студенческих отрядов, которые будут работать на пути, которые будут работать в лагерях старшими вожатыми, будут как раз делать все, чтобы социальная активность молодежи была повышена в течение временного трудоустройства, в течение лета. Все участники не только узнали историю движения российских студенческих отрядов, но и как проводить агитационную работу для создания своего собственного отряда. Я надеюсь, что после данной школы ребята зарядятся той необходимой энергетикой, теми необходимыми знаниями, которые позволят им успешно создать студенческий отряд, им руководить и добиться очень серьезных результатов за летний период времени 2017 года. Десные занятия и дружеская атмосфера оставили неизгладимое впечатление у всех участников школы. Данное мероприятие дает очень многое, оно раскрывает то, что ты именно не можешь себе открыть сам. Тебе подсказывают опытные люди, которые этим уже проработали. Они тебе дают этот толчок. Вот у нас буквально сейчас было мероприятие по сценической речи и актерскому мастерству. Это очень прекрасное, как говорится, искусство. Да, я этому рад. Будущее, то, что я хочу стать вожатой, но еще не практиковала ни разу, поэтому это будет для меня в помощь. И в этом году и я надеюсь, что у меня это все получится. Все участники этой школы очень сильно сдружились. Всем было очень весело, замечательно. Все было очень замечательно. Арина Петрова, Баир Базаров, Школьное телевидение Какой вы праздник празднуете 14 февраля? Для меня праздник, для любимых, которым мы дарим подарки, открытки, если всегда, для самых близких, любимых людей. День влюбленных. И в основном все будут, наверное, празднуют со своими вторыми половинками. День любви, верности. Что еще? Союза двух сердец. Помнишь, мы учились в институте-то? Да. Валентиночки друг к другу посылали всякие. Ну, я лично не отмечаю. Зачем? Нет, просто обычный будний день, например. Означает то, что проводится время со своими друзьями, с любыми мы людьми, с мамой, с девушкой. Мы на технологии делаем валентинки и отправляем их. Просто дата такая, 14 февраля. Ну, я знаю, что такой праздник есть, но такой привычки нету отмечать. Арда, в нашей школе уже поставили почтовый ящик для писем. И я жду, не дождусь своих валентинок. А как ты думаешь, сколько их будет? А подружек Иры, Катя, Саша, Яна Николаевна. Ну, а пока она занимается подсчетами, давайте узнаем происхождение этого праздника. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина. Традиционно в этот день принято дарить своим любимым и дорогим людям открытки в форме сердечка, цветы, конфеты. Так что же это за праздник такой, Валентинов День? Кто его придумал и зачем? Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом. В это время Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая армия испытывала недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг – это браки, ибо женатый солдат думает больше о семье, нежели о благополучии своей армии. И чтобы сохранить воинский дух, император издал закон, который запрещал легионерам жениться. Но влюбляться солдаты от этого меньше не стали. К их счастью нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Но как только об этом узнал император, он дал указ прекратить его преступную деятельность, и Валентина приговорили к казни. Впоследствии, как крестьянский мученик, Валентин был канонизирован католической церквью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. Именно оттуда повелось писать в День Святого Валентина любовные записки – Валентинки. В Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США – с 1777 года. У французов же в этот день принято дарить драгоценности. А в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. Ну а в Саудовской Аравии этот праздник запрещен и карается большим штрафом. И на Руси был свой праздник влюбленных. Вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. С вами была рубрика «Это интересно» и я, ее ведущая, Ксения Бальженемаева. 50, 51, 50... Вера, теперь я знаю, как ты готовилась к конференции. Между прочим, помимо моих подсчетов, я по вечерам хожу на тренировки по спортивной стрельбе. Интересно, а где этому учатся? Я предлагаю узнать об этом в рубрике «Спорт». Бурятия изданно славилась своими стрелками. Сегодня пулевая стрельба входит в нормы ГТО. Если вы хотите быть сдержанным и иметь железные нервы, этот вид спорта идеально подходит для вас. Пулевая стрельба является видом спортивной стрельбы. Соревнования в данной дисциплине проводятся с применением малокалиберных, крупнокалиберных пневматических винтовок и пистолетов. История пулевой стрельбы берет свое начало от стрельбы из арбалета и лука. Первое соревнование по данному виду спорта прошло в Швейцарии в 1824 году. В 19 веке такие мероприятия стали проводиться во многих странах Европы. Немного позже пулевая стрельба получила распространение и в США. Мы начинаем заниматься с детьми просто для того, чтобы выявить контингент где-то с 12 лет. В настоящий момент у нас где-то человек 60, наверное, ходит и тренируется. И вот здесь мы, вот именно здесь в Террах за три года выросли уже до мастеров спорта. Это две девочки выполнили норматив мастера спорта, четыре кандидата в мастера спорта. И много, естественно, разрядников. Первый, второй взрослые разряды, также юношеские разряды. Международная федерация стрелкового спорта утвердила 7 женских и 15 мужских видов стрельбы, которые рекомендовалось проводить на международных состязаниях. Первый российский чемпионат по пулевой стрельбе прошел в Хабаровске в 1898 году. После этого события во многих городах открылись клубы любителей стрельбы. А уже в 1912 году сборная страны заняла второе место на Олимпийских играх в Стокгольме. Успешными для наших спортсменов стали Олимпийские игры 1952 и 1956 годов, в которых были завоеваны золотые медали. Первым удачным дебютом российских спортсменов стала Олимпиада в Атланте в 1996 году, где были завоеваны три золотых, две серебряных и одна бронзовая медали. Так начала подниматься отечественная школа пулевой стрельбы. Меня записал папа. Это было неожиданно. Сначала мне вообще не нравилось ходить, но потом, когда начало все получаться, я ходила с удовольствием. Меня записали по моему зрению, то есть чтобы оно улучшилось. Поначалу меня как-то, так сказать, тоже не интересовало, но потом мне это очень понравилось. Поняла этот азарт, что это все очень интересно и весело. Ну, мне кажется, самое главное – терпение, спокойствие, уверенность в себе, ну и все. За каждым попаданием в цель стоят годы тренировок и тяжелого труда. Если вы еще не нашли дело своей жизни, не бойтесь пробовать себя в новых начинаниях. Брянская Анастасия, Баир Базаров, Школьное телевидение. Ордан, я заметила, что ты очень много читаешь, и у тебя, наверное, дома есть большая библиотека. Да, у меня большая коллекция, и скоро она пополнится новыми изданиями. Я тоже очень люблю читать, и в моем рюкзаке всегда найдется место для книги. Тогда бери с собой книги свои и пошли в театр. 14 февраля состоится премьер-спектакль «Смотритель» по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Примечательным в этой постановке станет то, что произведение величайшего классика в Буряттеатре воспроизводится впервые. А о том, как будет выглядеть новая постановка и как даются роли, нам поведал один из главных исполнителей спектакля. Основный спектакль идет на бурятском языке, а в спектакле будут у нас стихи, песни. Стихи мы оставили, конечно, в оригинале, Пушкин на русском языке. Отдается мне, ну как, легко, потому что, наверное, скорее всего, режиссер, очень интересный молодой режиссер, и всегда интересно работать с молодым режиссером. «Смотритель» – это размышления, фантазии, навеянные образом Болдинской осени в постановке режиссера Сайжин Жамбаловой. Сохраняя верность духу произведения классика, режиссер экспериментирует над его формой и содержанием. Здесь и шары, символизирующие листья, и железные птицы, и крылья самолетов. Даже главная героиня Дуня словно пытается спорхнуть и улететь. Дуня – это для меня такой персонаж, как птица. Птица в клетке, которая пытается освободиться, желает свободы. Освободившись из одной клетки, она оказывается в другой. Хотя ей в ней удобно и комфортно, я считаю, что она все-таки без выходной ситуации остается. Большую роль в спектакле играет его пластическая составляющая. С помощью пластики актеров зрители должны будут еще больше проникнуться в историю и глубже понять характер персонажей. Символы и метафоры, погруженные в пушкинский мир, никого не оставят равнодушными. Не пропустите долгожданную премьеру в Бурятском романтическом театре. Лина Бурлакова, Дмитрий Мулин, Школьное телевидение. Мало кто знает, что 14 февраля это не только День Святого Валентина, но и Международный День Дарения Книг. Если вы любите книги, рубрика «Афиша» расскажет вам, где можно отлично провести время. В Национальной библиотеке Республики Бурятия открылась уникальная выставка «Неподражаемый Чарльз Диккенс». Выставка приурочена к 205-летию со дня рождения великого английского писателя Чарльза Диккенса. Автора таких выдающихся романов, как «Посмертные записки пиклинского клуба» и «Ольвер Твист». Особенностью выставки является наличие книг, изданных в середине 19 века, еще при жизни этого великого писателя на языке оригинала. А еще 14 февраля отмечает свой юбилей заслуженный художник Республики Бурятия и член Союза художников России Даши Номдаков. И в честь этого праздника в Национальной библиотеке открылась выставка «Мир Даши Номдакова», которая включает в себя литературу биографического содержания, изданные альбомы и каталоги. Так что фанаты скульптора, не упустите возможность познакомиться еще ближе с Даши Номдаковым. 14 февраля на малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева любители поэзии могут посетить поэтический батл «Love is». Но что может быть лучше, чем сочетание чашки чая с любимой книгой? Так, Центр чтения детей имени Абедуева 13 февраля приглашает на литературно-музыкальную встречу «Чайная церемония древней обычной бурят». Во время мероприятия дети получат знания о приготовлении этого угощения, о том, как разливали чай и преподносили его гостям. Также прозвучат стихи и песни, посвященные чаю. В этот день мне останутся без внимания и самые юные читатели. Для них оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Читаем детям перед сном», на которой представлены лучшие сказки, прибалутки-засыпалки, песенки, потешки, лепеталки. Талисманом выставки стал сказочный герой с зонтиком Оли Лукоя. Проект носит цель популяризации детского чтения совместно с родителями и вовлечениями их в ежедневный процесс чтения книг перед сном. Книжно-иллюстрированную выставку вы можете посетить в Центре чтения детей имени Абедуева. Эта неделя насыщена интересными мероприятиями, и каждый может найти себе что-то по душе. И помните, что актуальным дополнением к подарку в День Святого Валентина может быть и книга. А с вами была рубрика «Афиша» и я, Алина Холопова. Русский государственный драматический театр имени Бестужева предлагает вам окунуться в волшебный мир принцессы из страны забвения. Легкая и веселая постановка расскажет вам о самых удивительных приключениях принца из страны смородий. В поисках своего счастья. Несмотря на то, что это такая королевская сказка, где там только принцы, короли, принцессы и так далее, у нас на сцене, сценография, в сценографии нет ни одного трона, нет каких-то огромных замков. И придется как, ну не придется, а мы пытаемся просто играть с воображением человека. Путь принца тернист и сложен. Его отец, король смородий, задумал женить своего сына на подходящей невесте из соседнего королевства. Но дети не слушают советы родителей в вопросах любви и делают все с точностью до наоборот. Принц, по велению Зова Сердца, оказывается заколдованной стране забвений, куда может попасть только ребенок или влюбленный. Я играю принцессу из страны забвений. Ну, само название говорит обо мне, что я какая-то, как будто бы волшебница, как будто бы такая сказочная принцесса, которая попала в простое царство, когда хочет она влюбиться, найти свою любовь. На первый взгляд, простая сказка поднимает важные и актуальные темы, которые не устаревают никогда. Она рассказывает о проблемах отцов и детей, о выборе настоящей и чистой любви. Спектакль пройдет 16 февраля на малой сцене Русского драматического театра имени Бестужева. Совершите собственное путешествие в страну забвения вместе с героями пьесы. Александра Сласина, Дмитрий Мулин, Школьная середина. Лера, как ты думаешь, для чего бабушки используют огурцы, сметану и капусту? Делают салат? Конечно же нет, это загадка с подвохом. Бабушки используют все это в косметических целях. Одной из самых современных профессий, направленных на создание красоты, является профессия косметолог. Что она собой представляет и почему является столь востребованной, сегодня мы узнаем у Светланы Лев. Сейчас культ красоты, наверное, достаточно востребован. Все хотят быть красивыми, понимают, что при красоте ты будешь более востребован в мире. 28 лет своей профессиональной деятельности Светлана посвятила медицине. Ее карьера началась как пубертатный косметолог, и выбор этой специализации был для нее не случайен. Когда мне было 14 лет, я тоже страдала таким заболеванием, как акне, прыщами, была очень скромной маленькой девочкой. Ну и большое спасибо моей маме за то, что хотя она никогда сама не посещала косметолога, взяла меня за руку и привела к косметологу. Мне повезло, мне повезло, мне попался хороший косметолог. Именно к хорошему специалисту люди идут за помощью, они доверяют ему свое здоровье. Поэтому работа косметолога должна быть направлена на лечение заболеваний, коррекции внешности и устранение проблем кожи. Правильно диагностируя лицо, мы можем всегда определить состояние его организма. Если, скажем так, у ребенка, у подростка есть прыщи на лбу, это говорит об его эмоциональном состоянии и говорит о том, что он, скажем так, ну не все может сказать или стесняется, или еще какие-то, да, проблемы. Проконсультировать и правильно диагностировать причину возникновения проблем кожи – это полдела в работе косметолога. Также в этой сфере деятельности очень важно построить доверительное отношение с клиентами. И для этого вам нужно обладать определенными личными качествами. Можешь сделать человеку только то, что желаешь сам себе. Первое – это именно любовь к людям, второе – это желание помочь, и третье, наверное, ну в принципе, такие качества, как чтобы не было брезгливости, не было боясь крови, и самое главное – нести ответственность за человеческую жизнь. Чтобы быть востребованным и компетентным в этой профессии, нужно иметь не только базовые знания в области анатомии, биохимии и дерматологии, но и следить за последними разработками в области медицины. Поэтому без специального профильного образования здесь не обойтись. Медицинское образование – это только первое образование, которое мы получаем. В косметологии мы должны быть и химиками, и психологами, и, скажем так, педагогами, скорее всего. Такая наука, как косметология, не стоит на месте, и профессия косметолога требует от человека постоянного развития в этой области. Ведь хорошему мастеру, который добросовестно и профессионально выполняет свою работу, люди будут записываться на прием даже за месяц. Если вам понравилась данная профессия, и вы любите создавать красоту, добро пожаловать в мир косметологии. Валентина Музыкова, Баир Базаров, Школьное телевидение. Мы поздравляем вас с уступающим Днем Святого Валентина и Днем Дарения Книг. Дарите друг другу шоколад, открытки и веселые настроения, а также книги. А главное, не забывайте уделять внимание своим родным и близким. С вами была программа «Школьное телевидение». Смотрите нас каждое воскресенье и понедельник на канале ТВ-ком. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и смотрите наши выпуски на сайте Ютуб. До новых встреч! До следующих выходных! Субтитры подогнал «Симон»!